Здравствуйте! Это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. Первый книжный фестиваль «Простые истины» прошел на набережной Краевого центра. В числе организаторов – Хабаровская епархия. На площадках форума-ярмарки представили более 300 книг для детей и взрослых. Я называю вам персонажей, а вы называете, что это за сказка? Дед, жучка, внучка. Детский квест на знание народных сказок организовали сотрудники детской библиотеки имени Наволочкина. За соседним столом – мастер-классы. Таким способом сотрудники библиотеки привлекают внимание к книгам, которые принесли на форум. В запасах фонда библиотеки имени Наволочкина более 200 тысяч книг, но для широкой публики отобрали полторы сотни. Самые яркие и запоминающиеся. Например, книги-раскладки об исторических деятелях и книги с дополненной реальностью о планете, оживляют которые с помощью приложения. Много разных форм мы придумываем для того, чтобы ребенок увлекся книгой. И вот вы говорите о гаджетах, конечно, это конкуренция невероятная. По сравнению с нашим детством мы понимаем, что им там не просто интересно, их туда засасывает, затягивает и, конечно, конкурировать очень сложно. Но мы стараемся тоже ответ свой держать. На книжном фестивале, слоган которого «Хорошие книги для хороших людей» организовали 10 площадок. Большую часть заняли основные организаторы праздника – Хабаровская епархия. На стендах разместили литературу с православным уклоном «Житие святых», «История православия на разных континентах», книги о том, что такое семья и любовь, а для детей – книжки с рассказами о святых местах. Я была Евдивеева, поэтому рассказать могу много, ищу свои эмоции. Но если ребенок прочитает книгу, может, он захочет поехать, может, он сам для себя решит, какая вера, все остальное. Ну, как бы, это наша жизнь. Мы с вами, конечно, должны любить книгу, потому что это наш первый, наверное, и основной друг по жизни. И ни одно цифровое воспроизведение или носитель цифровой не заменит книгу. Потому что книга, она сама по себе, она как часть души человеческой. Книжный фестиваль охватил все литературные жанры. Местную дальневосточную литературу представлял писатель Константин Кураленья. Автор десяти книг презентует свою новинку – исторический детектив, основанный на реальных событиях. Здесь родмистер жандармерии, политический сыск в то время, ему поручают расследовать убийство еврея Вишняка, труп которого нашли на льду Амурского залива. Главной целью мероприятия стало приобщение молодого поколения к правильным книгам, несущим добром и любовь. Свои подборки хороших книг также представили Дальневосточная научная библиотека и Градековский музей. Это мероприятие призвано обратить внимание всех жителей и гостей Краевого центра на ту литературу, которая издавалась, издается, которая, возможно, планируется к изданию, посвященной нашей духовности, нашему патриотизму, нравственным каким-то вопросам, проблемам. И здесь очень много этих книг. Познакомиться с хорошими книгами жители и гости Хабаровска могли весь день. Фестиваль «Простые истины» в Хабаровске провели впервые, однако в планах сделать его ежегодным. 8 октября верующие отметят День памяти подвижника русской земли Сергия Радонежского, который за свои праведные деяния был причислен к лику святых. Именно он основал Троицкий монастырь под Москвой, который ныне называется Троицей Сергиевой Лаврой. Он также вошел в историю как реформатор монашества в северных регионах России. Помимо исцеления от недугов всех нуждающихся, Сергий Радонежский мог примирить даже самых враждующих князей. Жил в XIV веке величайший подвижник земли русской, преобразователь монашества в Северной Руси, сделавший необычайно много великих дел на благо русской церкви и государства, святой чудотворец, преподобный Сергий Радонежский. В детстве юный Варфоломей, таково было его имя в миру, всей душой жаждал учения, но грамота все никак ему не давалась. Скорбя об этом, отрок днем и ночью молил Господа, чтоб открыл он ему дверь книжного разумения. И однажды встретил мальчик старца, которому вдруг открыл всю свою душу и поведал о своем горе. Посочувствовав, старец стал молиться о его просвещении и благословил мальца. И действительно, благодать Божья сошла на Варфоломея, и стал он легко осваивать книжную мудрость. После этого в нем еще больше окрепло желание посвятить всю свою жизнь Богу. Чем старше становился Варфоломе, тем все сильнее ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников. Но любовь к родителям удерживала его в семье. И родители благословили своего горячо любимого сына на служение Господу. Похоронив родителей, он осуществил свою заветную мечту, поселившись вместе с братом своим в глубоком лесу за Радонежем. Вместе своими руками построили они келью и малую церковь в честь Святой Троицы. И наречен был Варфоломей в монашестве с Сергием. Но брат вскоре оставил его, не выдержав строгости лесного монашества. И Сергий долгое время жил один, борясь со многими искушениями, что одолевали его. Благотерпение и молитва помогли молодому подвижнику преодолеть все трудности и дьявольские напасти. Со временем прознали люди об отшельнике Сергии. И нашлись такие, которые захотели жить и спасать души свои под его руководством. И стало обитель расти, все строили сами, пропитание добывали сами. И было положено на Руси начало пустоножительному монашеству. В трудах и подвигах преподобный всегда шел первым. А братья следовало за ним, беря с него пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования на помощь Божью. Слухи о таком великом подвижнике его обители дошли до самого Константинополя. Патриарх Филофей прислал преподобному Сергию свое благословение и грамоту, в которой были утверждены новые порядки пустынного общежития, заведенное основателем Свято-Троицкой обители. Тесные узы духовной дружбы связывали преподобного Сергия и с митрополитом Алексием. Святитель даже просил старца принять после него русскую митрополию. Но святой Сергий смиренно отказался от столь высокой почести, по-прежнему желая только иноческого смирения. Великий князь Дмитрий Донской чтил преподобного Сергия как отца родного. Перед решающим сражением с татарским ханом Мамаем просил он святого старца благословения на победу для русского войска. И сказал ему Сергий, «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божью». Додал ему в помощь двух монахов-схимников, благословив их на победу. И разгромлено было татаро-монгольское войско на Куликовом поле. А преподобный Сергий свершал еще многие другие чудеса, исцеляя, воскрешая, да утоляя боль душевную всем приходящим, коих было, ой, как немало. Удостаивался он и великих откровений. Одно из них – дивное явление Матери Божьей с апостолами Петром и Иоанном. Благословила его Богородица и пообещала блаженному угоднику Божьему всегда покровительствовать его обители. Основал преподобный Сергий множество монастырей, как и было ему когда-то предсказано в видении огромной стаи птиц. Так умножится стадо учеников его. И воистину случилось так. И были дивные и так поучительные его последние слова. «Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». В Хабаровске в честь святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского, недавно названа улица. Возможно, в будущем в честь него назовут и парк, который должен появиться за Спасопреображенским собором. У нас в студии Ирия Евгений Зявликов, клерик Спасопреображенского собора. И сегодня мы поговорим о святителе Иннокентии Московском. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Евгений, давайте расскажем, кто такой был Иннокентий Московский и почему он так важен для Хабаровска и вообще для Хабаровского края. В 1849 году святитель Иннокентий встречается с Николаем Николаевичем Муравьевым в городе Якутск. Там он находится на архиерейской кафедре, он уже является епископом. И вот они знакомятся. И Николай Николаевич поражает богатый опыт святителя Иннокентия, его знания о крае, в котором он проповедует, его богатый опыт проповеди, миссионерства, его трудолюбие, его честность. И на тот момент уже у святителя Иннокентия больше 10 лет большой опыт проповеди коренным малочисленным народам. Он проповедовал изначально на Аляске, он проповедовал Алиутам, Колышам. И вот туда отправляли. На тот момент Аляска принадлежала Российской империи. И туда он был отправлен с проповедью, еще будучи священником, со своей семьей, с маленькими детьми. Он отправился туда и проповедовал Алиутам. Внес большой и значительный вклад в изучение этого народа. Создал для них письменность просто с нуля, потому что Алиуты не имели никакой своей письменности. Они просто общались на своем, да, на речи. И вот он для них создает письменность. Проповедует им, строит им там храмы. И потом вот впоследствии он оказывается в Якутске, куда переносит свою кафедру. Он уже является епископом, является епископом Копчатским, Курильским и Якутским. Там у них происходит встреча, и потом впоследствии у них были очень хорошие дружественные отношения. На тот момент остро ставился вопрос о присоединении наших территорий, на которой мы сейчас с вами проживаем, приамурских территориях, к Российской империи. И многие люди в Российской империи тогда не разделяли того взгляда Николая Николаевича о присоединении. Они считали, что это бесполезно, что это не нужно, что нет особо никакой в этом пользы тратить деньги на это время и силы. Николай Николаевич имел абсолютно другой на это взгляд. Он считал, что это требуется, что это очень важно для Российской империи, присоединить эти территории. И святитель Иннокентий его в этом абсолютно поддерживал в этом деле. В свое время он в 1956 году сам совершает сплав по Амуру. Там он пишет записки, называется «Труд нечит об Амуре». Он описывает Амур о том, что это огромная река. Одна может быть, он говорит даже, одна может быть из самых больших в мире, как он пишет. На тот момент, может быть, не все было известно. Одна из самых больших в мире. Он описывает климат, он описывает эти территории. На тот момент подчеркивает о том, что много людей рождается в Российской империи, и что, возможно, там уже не хватит места в центральной России нашей уже людям, и что надо переселять людей сюда. Также он считал, что эта территория очень важна для транзита, для транзита в Сибирь, для переплавки, для того, чтобы отправлять какие-то товары, помощь, еду. Он считал, что это очень-очень важно. И потом, впоследствии, в 1958 году, мы с вами знаем, заключается Айгунский договор между Российской империей и Китаем о том, что эти территории нашего нынешнего Хабаровского края при Амуре присоединяются к Российской империи. И вот после этого начинается активная проповедь здесь уже, в Хабаровском крае, коренным малочисленным народом. Также поддерживается духовное окормление людей, которые приехали из центральной России сюда, на Дальний Восток, которые здесь проживали. У нас утверждается план, что должны были построить 12 храмов здесь, на территории Хабаровского края, в Николаевске, на Амуре, Благовещенске. Здесь, в Хабаровске, была построена часовня Святой Марии Магдалины. Потом впоследствии ее с часовней разобрали, потому что она обветшала. И из этих каких-то материалов уже был построен храм Святителя Иннокентия Иркутского, который до сих пор, по сей день, стоит у нас в Хабаровске. То есть велась активная проповедь. Святитель Иннокентий, как верный также сын своего Отечества, своей страны, поддерживал Николая Николаевича во многих политических вопросах, поддерживал его, давал ему какие-то советы, благословлял на какие-то деяния. И вот также еще случилось замечательное событие, когда станицу Уззейскую переименовали в город Благовещенск. Святитель Иннокентий, как раз, когда еще был молодым священником в городе Иркутске, когда там совершал свои служения еще до отправки на Аляску, он служил в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот как раз город Благовещенск, дам название Благовещенск, и храм они там закладывают, храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот такие вот интересные события происходили. То есть он внес большой и значительный вклад и в духовное развитие, и в какие-то политические моменты тоже всегда давал свои советы и поддерживал во всем графа Николая Николаевича Муравьева-Мурского. Но он же известен не только как святитель, но и как ученый. То есть почему как ученый он известен? Да, очень интересно, что святитель Иннокентий – это очень такая разносторонняя личность, которая в свободное время от проповеди, когда он рассказывал о Христе, он не мог просто праздно сидеть, он всегда ищил других людей, подгонял что-то делать, он говорил, что нельзя время проводить праздно. Вообще, в принципе, в христианстве праздность является грехом, когда мы просто не занимаемся ничем полезным. И вот он изучал климат, когда еще будучи на Аляске, когда там жил с алиутами, он изучал их климат, он изучал этот народ, он изучал их язык, их наречия, и создает с нуля, как я уже выше сказал, грамматику для этого языка, письменность для этого языка. Он переводит на их языки уже священное писание, переводит катехизис, переводит молитвы какие-то определенные. Также он помогал в лечении индейцев. Был интересный момент на острове Ситхи. Местный народ смотрел, что они были более воинственные народы, чем алиуты, колыши. Они смотрели, потому что алиуты, они были такие более добросердечные. И вот они общаются с русскими, и они меньше болеют. Они так и начали это замечать, что меньше болеют, меньше умирают. И вот они задумались, а почему так происходит? И начинают потихоньку взаимодействие с русскими. А тогда началась эпидемия оспы. На тот момент уже все прививались от оспы в Российской империи. И как раз алиутов тоже прививали, поэтому они не болели. И вот колыши начинают общаться, узнавать, их тоже начинают прививать. И благодаря вот как раз этой прививке от оспы, это тоже вот повлекло потом уже добрые плоды. И то, что впоследствии они тоже начинают принимать христианство и православие. Они понимают, что русские люди не опасны, хотя изначально были настроены против них очень воинственно. И начинают уже становиться христианами, принимать православие. Такой вот тоже интересный момент был. Также и святитель Иннокентий, еще будучи семинаристом в Иркутске, вместе со своим дядей, тоже священником, он его научил, как правильно работает часовой механизм. Он еще будучи студентом создал водяные часы, создал солнечные карманные часы. И также своим товарищам в семинарии также создавал эти часы, помогал их изобретать. То есть личность очень разносторонняя. Последствия его труды в 1840 году были изданы в Петербурге. Три тома было издано о том, что вот он изучил, пока проживал с этим народом. — Скажите, где у нас в Хабаровске есть мощи Иннокентия Московского? Есть где-то? — Да, конечно. Мощи святителя Иннокентия, у нас есть десница его, то есть кисть находится на Спасо-Преображенском соборе, в верхнем храме Спасо-Преображенского собора. И также у нас есть икона с частицей мощей. Она находится в домовом храме Хабаровской духовной семинарии, который как раз и освящен в честь святителя Иннокентия Московского. Каждый человек, может быть, который хочет о чем-то попросить святителя в своих каких-то трудностях житейских, хочет к нему обратиться с молитвой, должен узнать, что у нас есть мощи, и может в любой момент приехать в Спасо-Преображенский собор или в домовой храм Хабаровской духовной семинарии и уже в своих молитвах попросить святого угодника Божия, чтобы он помолился ко Господу, и в разрешении каких-то, может быть, жизненных трудностей и ситуаций. — Скажите, но это именно вот та икона, которую Амир отучил несколько лет назад? — Да, 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 все верно. — Расскажите вот об этом случае. — Получается, изначально эту икону передали нам патриарх Алексий II, почивший, передал эту икону в наш домовой храм, и там она находилась, это главная икона нашего храма, и потом, впоследствии, в 2014 году произошло чудо. Студенты приехали в семинарию и стояли на молитве в домовом храме, на вечерней молитве перед сном, и увидели студента то, что начинается течение из глаз святителя Иннокентия прямо из иконы, то есть вот стекает под стеклом из глаз, начинается течение мира. Они тут же обращаются к проректорам, те приходят и засвидетельствовали это чудо, то есть уже составили акт какой-то, да, то есть увидели то, что открыли икону, почувствовали это благоухание, то, что это произошло, да. И вот впоследствии даже произошло одно чудо — исцеление. Получается, мама с ребенком, маленький ребенок был, у него была проблема с глазом, она делала постоянно массаж, с глазницей там была, с канальцем была проблема, и глаз гноился, никак не могли лекарства какие-то помочь. И вот ее знакомый сказал, сходи в храм, вот там есть икона чудотворная, святитель Иннокентия, и вот сходи и обратись к святителю, может быть, чтобы он помог ребенку твоему. И вот она пришла в храм, помолилась к святителю Иннокентию, приложила своего малыша к иконе. Произошло исцеление, то есть глаз все, перестал гноиться, то есть случилось вот такое чудо. Также каждый студент Хабаровской духовной семинарии, и я в том числе, который уже окончил, зная, что святитель Иннокентий, когда мы начинали сессии или экзамены, то всегда ходили, конечно, в домовый храм и просили его о том, чтобы он помог в своих молитвах, чтобы мы сдали уже какие-то наши зачеты, экзамены. И всегда все, слава Богу, все хорошо получалось и заканчивалось. Все сдавали, все хорошо было. Спасибо вам за беседу. Сегодня у нас в студии был Ирей Евгений Зябликов, клирик Спаса Преображенского собора. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Дальневосточники отметили один из 12 главных праздников православной церкви – Крестовоздвижения. Он связан с обретением креста, на котором был распят Христос в IV веке, а также возвращением святыни в Иерусалим в VII. Крест для православных является главным оружием против зла. С этим символом победы над смертью на знаменах защищали свои страны христианские правители. Крестным знаменем люди и сейчас осеняют себя, своих детей, близких в повседневной жизни. В день крестовоздвижения духовенство в храмах служило в фиолетовых одеждах. В такие оно облачается в Великий пост. В этот праздник для православных установлен строгий пост. Ведь торжество вспоминают они и страдания Христа. Мало кто знает, частица того самого креста, на котором был распят Господь, есть и в Хабаровске. Она находится в ковчеге в домовом храме Хабаровской семинарии. Попасть туда обычные люди могут по воскресеньям во время богослужений. Теплые вещи для вынужденных переселенцев собирают в Хабаровской епархии. Требуются куртки, пальто, шапки, шарфы, рукавицы. Особая нужда в мужской обуви. Принимаются пожертвования и для юных беженцев. Им необходимо все – от детского питания до памперсов. Желающие сделать добро могут приносить помощь на гуманитарный склад епархии. Он находится на территории Елизаветинского храма. Телефон 24-30-61. Клуб «Православие за рубежом» открылся при храме в честь иконы Богородицы «Благодатное небо». В нем прихожане могут провести досуг с пользой для души и ума, а также пообщаться друг с другом. Первые встречи прихожане посвятили Китаю. Так они узнали о переводах священных слов на язык этого государства. А также с помощью видеосвязи поговорили со священниками, которые служат в Поднебесной. Встречи клубов «Трапезная храма» намерены проводить два раза в месяц по четвергам. На них приглашаются все желающие. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok